Привет из Канады! Меня зовут Павленко Алексей. Сегодня я хочу рассказать, почему мы с семьей уехали из Польши. Мы прожили в Кракове полтора года, там у нас родился третий сын. В целом, Польша нам очень понравилась, но есть 5 факторов, почему мы решились на новую миграцию. Я хочу становиться именно на личных причинах, поэтому они могут не касаться вас. Причина номер один. Постоянно надо доказывать свой статус. Чтобы попасть в Польшу, нужно сперва получить визу. Очереди на подачу документов огромные. По телефону или через сайт невозможно зарегистрироваться. Когда заветная виза стоит в паспорте и пересекаешь границу, у тебя могут потребовать доказательства, что вернешься. Нужно показывать обратные билеты бронирования гостиницы. Когда мы на своей машине на украинских номерах путешествовали из Польши в Чехию, нас единственных тормознул страж граничный и забрал паспорта с фразой что-то типа ООП по бизнес-визе. Полицейские минут 30 сидели в своем автомобиле, с фонариком рассматривали визы и листали страницы документов туда-назад. Было очень некомфортно, как будто мы какие-то преступники. Следующий этап, на основании своей компании получить польское ВНЖ. Мы обратились к юристам, которые готовили документы. Визы у нас закончились и мы не могли выехать в Украину, не пустили бы обратно. Так я пропустил свадьбу сестры. Через несколько месяцев после доноса 50 дополнительных документов и прохождения интервью с инспектором нам сказали, что дадут ВНЖ. Но, опять же, выезжать из Польши без пластиковой карточки нельзя. А чтобы ее получить, пришлось ждать еще месяц и пропустить летний отпуск. Я не понимаю, почему печать несчастной карточки занимает так много времени. В Канаде водительские права я получил по обычной почте через несколько дней как зал экзамена. Нам повезло, ВНЖ нам дали аж на два года. Большинство знакомых получили видное жительство всего на год. Ну а дальше надо опять напрягаться, готовить документы на продление ВНЖ на три года. Потом опять доказывать, что не врублю для получения ПМЖ. И через несколько лет уже будет виднеться польский паспорт. В Польше есть аналог идентификационного номера – Песель. Мы его как-то быстро получили, потому что жили мы в самом Кракове и относились к другому Ужонду. У друзей были проблемы с получением этого номера. А как родился наш третий сын, то Песель так на него не получили. Не положен, говорят. А при обращении в поликлинику этот номер спрашивали. В общем, ерунда какая-то. Проживая в Польше, нет стопроцентной уверенности, что продлят визу или ВНЖ. Это ужасно бесит. Причина номер два, почему мы уехали из Польши – польский язык. При эмиграции в любую развитую страну придется учить ее язык. Без него сложно интегрироваться в общество. Так и с Польшей надо учить польский. Да, он очень похож на украинский или русский, но я айтишник, для работы мне нужен английский. Поэтому надо было сделать выбор – учить польский или сосредоточиться на английском, чтобы заработать больше денег. Я выбрал последнее. В семье единственный, кто не считает малыша, кто так и не заговорил на нем, хотя более-менее понимаю речь. Дети же за полтора года так стали тарахтеть на польском, что средний даже забыл, как писать русские буквы, писал их латиницей. Выходит, что эта причина больше задела меня, чем жену. Но кто в доме хозяин? Причина номер три – узкие дороги и мало тротуаров. Караков – красивый старый город, но из-за этого у него проблемы с транспортной развязкой. Просто нет места, где пустить широкую дорогу. И мало того, что в центре часто по одной полосе в каждом направлении, они еще по-европейски узкие. Хорошо развивается чувство габаритов. Каюсь. В Киеве на мощной машине я постоянно передвигался шашечками. Польше же про это забыл. И не только из-за строгости законов, просто не помещался. Особое счастье было ехать за велосипедистами. Дорожки для них были далеко не везде. Я жил в селе под Краковом, так у нас там вообще на подъезде к дому две машины не могли рядом проехать. Хорошо, что культура вождения высокая, все друг друга пропускали. Тротуаров у нас в селе не было, аналогичную картину наблюдал и в самом городе. Караков очень быстро строится, поэтому за то время, что я там жил, количество машин значительно добавилось. Возможно, повлиял ремонт дорог, но приходилось стоять в постоянных пробках. Но мне кажется, еще много украинцев в Польшу переехало и это стало чувствоваться. Сейчас я живу в Канаде и наслаждаюсь шириной полос. Если вы пешеход, то общественный транспорт в Польше ходит как часы и вы такого дискомфорта не почувствуете. Причина номер четыре, почему мы уехали. Иностранцам нельзя сразу купить дом. Я работаю из дома, мне нужен отдельный кабинет. С тремя детьми нам подходит минимум четыре жилых комнаты, лучше пять. У поляков сильно распространены однотрехкомнатные квартиры. Четырехкомнатные встречаются реже. Общая площадь, как и дороги, маленькая. Например, всего 75 квадратных метров. После переезда в Краков мы жили в Босинице, а агентство недвижимости в это время искало квартиру для нас. Ничего нормального не попадалось, поэтому нам предложили в качестве альтернативы дом. Опыта проживания в доме, да еще и за городом, у нас не было, но решили попробовать. Не пожалели. Так вот, квартиру в Польше иностранец может купить, а дом нет. Точнее, надо получать специальное разрешение на покупку земли. Юристы обещали сделать его за полгода, что лично у меня отбило все уходы связываться с этой затеей. За наличные недвижимость может купить любой дурак. Сложнее приобрести ее в кредит. Мой приятель потратил 3 месяца, чтобы ему одобрили кредит на квартиру. Это не так, как я покупал дом в Канаде. Заплатил 35% первого взноса и больше ни на что не посмотрели. Опять же, далеко не все покупают дома, но нас это коснулось. Последняя, пятая причина, почему мы покинули Польшу – грязный воздух. Краков считается одним из самых грязных городов Польши. Он находится в низине, и там собирается копоть от угля, которым обогреваются некоторые люди. Также они сжигают всякую фигню, типа пластмассы и бутылок. Я поражался иногда, какой черный дым из некоторых трубодомов выходит. Запах соответствующий. Когда мы ехали зимой по дороге Закопянка, то не понимали, что вокруг нас – туман или гарь. В селе, где мы жили, воздух был заметно чище, но не идеальный. Летом у нас кончился договор аренды дома, и нам пришлось переехать в квартиру в самом Кракове, наручай. Встретний сын сразу стал кашлять. Врач сказал, что это может быть связано с загрязнением воздуха. Параллельно он нашел иммиграционный процесс в компек. Нужно было в течение года или переехать в Канаду, или остаться в Польше. Причем из-за загрязненности Кракова менять город, например, на Варшаву. Но это опять – новые люди, адаптации, поиск жилья. Завесив все плюсы и минусы, мы решили попробовать новую страну. И вот мы в Канаде. Кашель у сына сразу прошел. Если же у вас нет возможности уехать в Канаду, не берите в голову, в Польше очень классно. Всем пока, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До встречи в Канаде!